Я приветствую всех на четкой теме, приветствую каждого зрителя, зовут меня Маркелов Борис и это видео я записываю не про бизнес в интернете, а про отзывы, которые пишут некоторые личности, не буду называть, ну их называют все хейтеры. Вы и меня подбадриваете, вы и меня подбадриваете записывать такие видео и видосы, которые я записываю, ну это моя работа, это просто моя работа, меня кто-то называет видеоблогером, хотя я себя таковым не считаю, но тем не менее, к моему мнению люди прислушиваются. Что хочу сказать, с 2013 года, даже могу сказать число со 2 августа 2013 года я активно работаю и зарабатываю в интернете. То, что вы пишете лохотрон пирамида, я понимаю, что интеллект ваш больше ни на что не способен, ну это ваше личное дело, то есть ваше мнение это как весенний дождь, пока полы прошел, солнце в целом свите. Вот могу прямо так сказать. И еще одно. Никогда не судите человека по его внешнему виду. Ну, потому что вы можете ошибаться, и я вам это могу точно сказать. Когда-то давным-давно я работал на работе по найму, работал я в сервисе по ремонту и обслуживанию техники выходного дня, снегохода, квадроциклы, лодочный мотор и многое другое. И когда к нам заходил кто-то в обычном спортивном костюме, меня тоже мучил вопрос, мужик, что ты здесь забыл? Оказывалось, что у этого мужика денег, как у драка Фантика. Оказывается, что у этого человека свое предприятие, у него стоит несколько лексусов, у него в гараже. Но при этом он ездил на Жигулях пятой модели. Ребят, когда вы смотрите на мужика, когда тот заходит, к примеру, в фуфайке, в валенках и заходит к вам куда-то, не судите по одежде. То есть у нас принято судить по одежде, у нас принято судить по одежке. По одежке не судите. По уму судите. И когда вы в следующий раз увидите человека с авоськой, и непонятно, зачем он сюда пришел, он может сказать, заверните мне это. Вы насмотрелись иностранных фильмов, вы насмотрелись русских сериалов, тупых по большому счету. В которых миллионеры, миллиардеры, они выглядят такие красопедные, все в галстучках, все в костюмчиках. Ребят, вы не думайте, что это обычные люди, обычные люди, которые просто зарабатывают деньги. Это мы видим красивые картинки, которые нам показывают. Я присутствовал, у меня даже, ну, был такой опыт. Когда-то я участвовал в съемках фильма «Ледокол». Те, кто не смотрел, ну, можете посмотреть. Был там такой актер, Виталий Хаев. Я с ним пообщался, мы с ним покатались по городу Мурманску. Ну, обычный человек, там много актеров было. И вот этот Виталий Хаев, он там играл роль деда. Роль, ну, дед, как вы знаете, на корабле, это как завхоз. Вот. И мы также его видели в сериалах, фильмах, где он играл миллионеров, миллиардеров. Вы думаете, на самом деле Виталий Хаев миллионер, миллиардер? Ну, вы жестоко ошибаетесь. Он обычный человек, с ним можно так же пообщаться, как со своим соседом. И все актеры, которые там присутствовали, у которых был миллионный гонорар, по несколько миллионов, даже я общался с режиссером, с режиссером, который вот это все режиссировал, у которого доход был от этого фильма тоже достаточно большой. Роль, ребята, они обычные люди, вы насмотрелись фильмов. Не судите людей по себе. Понимаете? А в основном, кто нам пишет комментарии? Это те люди, которые сидят непосредственно в чем? В кредитах, в долгах, в ипотеках. Да, ваша жизнь не удалась. А те люди, которые зарабатывают деньги, они, в принципе, просто зарабатывают деньги. Поверьте, 10 лет опыта. За 10 лет я таких товарищей выслушал, посмотрел, что мне абсолютно параллельно. То есть, как об стенку горохом. Хейтеры, вы молодцы. Чем больше вы делаете нам рекламы, тем больше денег мы зарабатываем. Чем больше у нас на самом деле активности под нашими видосами, тем лучше. Мой канал YouTube с 35 тысячами подписчиков мне не приносит денег. Но не приносит. В России отключена монетизация. Он ничего не приносит. Деньги, которые там лежат, их вывести невозможно. Которые якобы начисляются за рекламу. Ребят, в следующий раз подумайте. Прежде чем писать какой-то свой комментарий, подумайте. Причем видео пишет. Соблюдайте правила написания. Когда вы пишете, что дебил, урод, алкаш, еще что-то. Такие комментарии не проходят. Ребята, включите голову. Если вы ничего в этой жизни не достигли, комментарием вы только повышаете рейтинг данного видоса. А все, что я высказываю, я высказываю от себя. У меня нету сценария, по которому я работаю. По сценарию у нас работают вот эти все. Которые инагенты, которые против России, которые нет войне. Вот они по сценарию. Вот они за деньги, за чьи-то, за чужие работают. Мы работаем в открытую. Я всегда показываю свое лицо. И если я что-то рассказываю, значит информацию я беру из открытых источников. И прежде чем писать лохотрон пирамида, пока вы не предоставите мне пруфы, что это действительно так, лучше пальчики свои уберите с клавиатуры и ничего не пишите. А на этом я буду заканчивать. А тем, кому нужно узнать, как же деньги зарабатывать в интернете, можете подключаться к моему каналу и изучать его. Хотя не знаю, насколько долго он еще просуществует. Поэтому подписывайтесь на телеграм-канал, на телеграм-ботов. Там всегда вы будете в курсе новостей. Всем привет!